Как московские центральные диаметры подарит москвичам новый уровень комфорта Москва-Россия. 11 часов 45 минут, 18 декабря 2018 года под крылом Иволги как московские центральные диаметры подарит москвичам новый уровень комфорта. Фото Нина Зотина, РИА Новости. В ближайшее время городские поезда нового поколения Иволга станут неотъемлемой частью столичной транспортной системы. Они будут курсировать по первым маршрутам московских центральных диаметров МЦД Одинцова-Лобни и Нахабина-Подольск, которые готовятся к запуску уже в конце 2019 и начале 2020 года. Иволги российская разработка. Производитель поезда, Тверской вагоностроительный завод, входящий в Трансмаш Холдинг, использовал в конструкции поезда более 90% отечественных комплектующих. При этом по технологическому уровню Иволга соответствует мировым аналогам, отмечает производитель, и обещает пассажирам новый для столичного транспорта уровень комфорта. Потребности пассажиров растут. Многие из них ощущают себя комфортно в привычной среде дома, в личных автомобилях, в офисах. Желание того, чтобы привычная им среда была перенесена и в общественный транспорт справедливо. Это один из моментов, который заставляет нас и наших поставщиков компонентов активно развиваться, отмечает коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта Трансмаш Холдинг Александр Лошманов. В салонах Иволги расположены широкие эргономичные сидения, предусмотрены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-розетки, Wi-Fi. Модули множество поручней, в том числе, с теплым покрытием, установлены крепления для велосипедов и вместительные багажные полки. В Иволгах также есть просторные туалетные комплексы, оборудованные электронными сушилками для рук, сенсорными кранами и пеленальными столиками. Немаловажно, что поезд адаптирован для проезда маломобильных пассажиров, в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля. Как показали исследования психологов, комфорт во время поездки обеспечивает и продуманный дизайн поезда. Так, внешний облик Иволги спроектирован при участии ведущего европейского дизайн-бюро, а в интерьере использованы элементы так называемого бионического дизайна, изгибы линии деталей обстановки, цвета и материалы позаимствованы у природы. Другое важное преимущество этого поезда – организация внутреннего пространства. План поезда Иволга продуман до мелочей. В частности, широкие двери, 140 см, позволяют пассажирам быстро входить в вагон и выходить из него, а отсутствие тамбуров и межвагонных дверей свободно перемещаться. Внутри поезд Иволга просторный и светлый, благодаря большим окнам и правильной организации пространства. Одновременно это и главное требование к городскому электропоезду, который рассчитан на обслуживание большого пассажиропотока, а также функционирование в тактовом режиме, то есть ездить на небольшие расстояния, с частными остановками, через равные промежутки времени, отмечают эксперты в области транспорта. В Иволге не будет традиционных для электричек тамбуров, поскольку поезда на МЦД будут совершать частые остановки и должны обеспечивать высокую проходимость пассажиропотока, отмечает заведующий кафедрой МАДИ, директор транспортной ассоциации московской агломерации, ТАМА, Нарайр Блудян. Так, московские центральные диаметры, по сути, представляют собой наземное метро, которое соединит противоположные города Подмосковья через центр столицы и будет обслуживать, по оценке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, до 330 миллионов человек в год. Этот поезд вмещает значительное количество людей. И выборы Иволги для МЦД максимально соответствуют задачи этого проекта сделать все возможное, чтобы пассажиры комфортно доехали до конечной точки, при этом сводили к минимуму пользования личным автомобильным транспортом, метро или любым другим видом общественного транспорта, комментирует председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В целом, запуск Иволги это очень важный шаг для формирования позитивного отношения пассажиров к общественному транспорту, отмечают эксперты. Иволга другое поколение поездов, здесь учитывают потребности всех пассажиров, комментирует доцент кафедры управления транспортно-экспедиционным обслуживанием Государственного университета управления Татьяна Гайначенко. Для молодых людей будет привлекательно, что в поезде большое количество USB-розеток и есть Wi-Fi. А для всех пассажиров, комфортные сидения, климат-контроль, широкие проходы между рядами, возможность сквозного прохода через поезд, бесшумность, современный внешний облик и внутреннее оформление, наличие санитарных комнат, говорит она. Кроме того, современный подвижный состав вносит вклад в социальную стабильность общества, так как у людей улучшается настроение и появляется больше сил для того, чтобы он занимался досугом или производительным трудом, замечает Татьяна Гайначенко. Транспорт это такая сфера, где формируется потеря здоровья человека, утомляемость, транспортная усталость. Чем эргономичнее транспортное средство, тем меньше это усталость, поясняет эксперт. С Иволгой в базовой модификации москвичи знакомы уже полтора года с апреля 2017 года состав курсировал от Киевского вокзала до Новопеределкина, а с октября 2018 года ездит по маршруту Белорусский вокзал Усова. За это время поезд успел завоевать любовь как пассажиров, так и сотрудников эксплуатирующих организации. Разработчики получили множество положительных отзывов о поезде Иволга и благодарности за создание такого комфортного и удобного в обслуживании состава. Так что усовершенствованные для МЦД Иволги шансы понравятся пассажирам высоки. Пока же до запуска Иволги по МЦД остается около года, редакция лента. РУ подготовила подробную инфографику с описанием всех характеристик и преимуществ этого городского поезда для пассажиров. Кирилл Шишов